Евреи – это отдел разработок. Христианство – это отдел маркетинга, если вам удобно, если вас такая фраза устроит. И оно распространяет евреист идеи. Евреи сами не занимаются распространением, евреи сами занимаются разработками. – Полагаю, что вы не христианин. – Не христианин совсем. Совершенно. Я адоксальный еврей и следую таре письменной, таре устной. Никоим образом не являюсь христианином. – Христианство я воспринимаю как дочернюю религию иудаизма, которая распространяет еврейский идеал человечеству. Только если христианство пытается евреев обратить в христианство, тогда это недопустимо. Обращение евреев в христианство, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, потому что евреи – разработчики, а христиане – распространители. Дочерняя религию иудаизма. А как это иначе можно воспринимать? Само христианство, разумеется, с моей точки зрения, еврейское, содержит некоторые неверные утверждения. Самым неверным, с моей точки зрения, является обожествление Иисуса. Вопрос, является ли Иисус Христосом, это вопрос, является ли Иисус Мессией. Это не вопрос, является ли Иисус Богом. Это разные вещи. Мессия – это не Бог. Иисус претендует на роль Мессии. Не претендует на роль Бога нигде абсолютно. Еще раз, еще раз. Где он с его текстом говорит? Нет, это интерпретация ваша. Нет, это поздняя интерпретация. Я знаю Иоанна. Во-первых, Иоанн сам – это поздняя интерпретация. Он не случайно не синаптическая Евангелие. Иоанн – это мистическая интерпретация, а вовсе не описание биографии Иисуса. В синаптических Евангелиях этого нет совсем. Все поздняя интерпретация. Иисус является одним из харизматических лидеров эпохи конца второго храма, которых было много. Теперь, его главный конфликт не с фарисеями. Его главный конфликт с саддукеями. В области фарисеев Иисус критикует лидеров фарисеев за то, что они отошли от собственного учения. А Талмуд, между прочим, точно так же критикует лидеров фарисеев, что из-за этого произошло разрушение храма. И возьмите, любой религии, любой харизматический молодой лидер, он критикует зажравшийся истеблишмент собственной религии. Тогда почему Христа… Именно… Секунду, это еще раз. Вы не заслушали. Иисус является нормальным харизматическим проповедником. За нормального харизматического проповедника его иудаизм и принимает. Не за Мессию и не за Бога. Тогда причина, почему его не приняли? Что? Куда не приняли? Ну, еще раз. Ну, вы не приняли. Да еще раз, за кого? Не приняли за кого? За харизматического проповедника? Но вы его никак не принимаете. Почему? За харизматического проповедника? Конечно, Иисус харизматический проповедник. Только он не Мессия и не Бог. Понимаете, за кого? В истории религии массу случаев, массу. Пинхас их так не распинали. Вы не даете. Откуда вы знаете, что их не распинали? Послушайте, еще раз. Вы просто вырываете ситуацию из контекста. Иисус является нормальным харизматическим проповедником. Он не создает религию для народов мира. Он не создает религию для неевреев. Он вообще не обращается к неевреям. Он обращается исключительно к евреям. Теперь Иисус проповедует, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И вот такой проповеди вы можете найти сколько угодно во времена Талмуда и в Талмуде самом. Теперь это нормальное явление, которое называлось тогда Хасидим. И оно зафиксировано. Такие проповедники были и другие тоже. Теперь после смерти Иисуса Павел, который вначале поисследует христиан, он разворачивается в результате откровения. Я отнюдь не отрицаю, что Павла было откровение. И более того, я думаю, что это было действительно откровение Всевышнего, потому что нужно было направить Павла на это русло. Павел занимался преследованием христиан. Всевышний развернул Павла на продвижение христианства. Я, безусловно, признаю, что это было от Всевышнего, потому что нужно было создать христианство. Поэтому это было привиденциальным действием со стороны Всевышнего для создания, в кавычках, иудаизма для народов мира. Иисус является фарисеем. Он вовсе не выходит за рамки обычного нормального фарисейского иудаизма. Он критикует истеблишмент фарисеев за их плохое поведение. Павел является фарисеем, который выбрал быть апостолом язычников. Когда он обращается к язычникам, все идет нормально. Когда он пытается иногда продвинуться на евреев, то тогда возникает конфликт. Куда им двигаться? Как им правильно развиваться? И именно к ним пришел Павел. Именно для них Павел был решением. И он им сказал, вам не нужно обрезание, вам не нужен кашиут, вам не нужно соблюдение субботы, вам нужно семь законов сыновей Ноевых. Это просто это доксальный иудаизм в чистом виде. Это 15 глава Деяния апостолов. И при этом через Иисуса вы подключаетесь к этому. И при этом через Иисуса вы подключаетесь к этому. И вот это и было созданием христианства в современном виде, если так можно выразиться. То есть Павел на базе Иисуса построил систему для неевреев, которая позволила присоединиться им к еврейскому дереву. Это величайшее достижение, это огромное духовное продвижение, прогресс, и все на свете. И вот это к ним, поэтому для них обрезание не нужно. Для них, и все это, все это, все это, все эти Павла даже послали к евреям. Это не к евреям, это к еврействующим. Надо воспринимать в этой перспективе. Поэтому для евреев все законы обязательны. Для евреев шаббат, кашиут, все обязательное обрезание, и они должны соблюдать все заповеди и никаких вариантов, и это продолжает быть живой религией для евреев. Для неевреев это путь, который Павел открыл. Пойте Библию, почему там на Тарасстанице одни евреи? Почему вся история написана одними евреями? Почему персонажи одни евреи? Евреи – это отдел разработок. Христианство – это отдел в маркетинге. Если вам удобно, если вам такая фраза устроить, и оно распространяет еврейские идеи. Евреи сами не занимаются распространением, евреи сами занимаются разработками.